ДИСКЛЕЙМЕР ДИСКЛЕЙМЕР Давай, Мак, коротко и ёмко, как ты умеешь. Мы сегодня застянули со всем, чем могли, поэтому не так много времени. Коротко, ёмко и по делу. Давай. Красиво. Красиво сел, ну ладно. А это Юля забыла, оставь. Да мало времени, кому это сказал, друзья? Прыгающие яички. Слушайте, я в двух словах расскажу, времени тоже не осталось. Вы знаете, как я люблю ходить на выставки. Да. Но вот интересно, что наши, оказывается, военные. Теперь тоже подтягиваются к общему формату выставок, где проходят перформансы, разные, ну, всякие неожиданные вещи. Игры, конкурсы, шарады. Шарады, игры, конкурсы. Литературное лото. Литературное лото. Вот. И дело в том, что наши военные действительно стали подтягиваться. Я сегодня побывал на выставке и был шокирован некоторыми вещами. Как теперь проходят выставки военных, как мне, средств защиты, обороны? Еще один момент. На ВВЦ. На ВВЦ. Какие нынче продают огурцы? Это был хит сезона. Видите, я дышу. Это приспособление, которое замеряет, может определить, пил ли ты на расстоянии. Алк-лязер. Алк-лязер. Знаменитый, да. Вот это один из перформансов. Закрытый за стеклами происходит экшен. Показывают, как новые способы, как брать заложников. Меня ОМОНовцы разгоняют, а не марш. Это ОМОНовцы разглядывают очень интересные вещи. Щипцы, какие-то сверла, кастеты. Это не ПКК, это понятно. Вот. Они были крайне возбуждены. Им очень понравилось, что им там предлагали. Щипцы для беседы с оголтинами русскими ресурсами. Я назову его обезьянник, очень комфортный, предназначенный для перевозки не менее 30 человек. Горных людей при выставке. Нормальный кондиционер. На самом деле кондиционер есть. И две одиночные камеры. Я попробовал в одной из них, естественно, посидеть. Для буйных. Для буйных, да. Места достаточно. Ну, плюс к тому, там можно все потрогать руками и пострелять. Да, такой классный автомат. Жалко, звука не слышно. Это он не по-настоящему стреляет. Он создает эффект стрельбы. Мы видим, Макс, очень полезный автомат. И вот эта вот вещь под названием, машина под названием Петрович. Почему? Петрович, непонятно. Это, видимо, чтобы на случай чего алкалазер Петровича мог поймать. Это просто палатка для красоты. Петрович. Вы понимаете, знаешь, что такое, ребят? Макс, ты не служил, вы тоже? А что такое на армейском заргоне палатка для красоты? Палатка для красоты. Я сейчас и живо могу представить. Я не желаю бы это слышать ничего. Прости, Анатолий, я, может быть, плохо разбираюсь военных. Палатка для красивого командира, может быть, там есть будуар. Ну, ГИБДДшники и в зной, и в бурю, и в холод стоят на дорогах. Кто-то такой палаточкой себя огородил. Та-та-та-тан, та-та-тан, та-та-тан. И из алкалазера. Вот этот алкалазер называется очень красивый бутон. Бутон, но я говорю, а почему не букет-то, собственно, тогда? Главный вопрос. Алкалазер. Стоп, секунду, был вопрос. Да, главный вопрос. Я смотрел просто на людей, которые туда пришли помимо тебя, ну, видимо, по работе все-таки. Они все... Все, да, вот с этими звездами. Вот я хотел тебя спросить, Макс, ты вообще там можно было проявляться? Нет, можно было спокойно, а там я пришел, как раз сначала была пресса в первой половине дня, а в вторую половине дня уже пришли тем, кому надо посидеть, поиграться там, позаряжать. Слушайте, в первой половине дня была пресса, а потом уже... Нормально. А потом я пришел. А потом я уже пришел с прессой. Макс, преть, вы прямо смело представляете прессой. Можно, уже можно. Ребят, да? А ты хоть купил вам красивую палатку или нестреляющий автомат? Магнит нестреляющего. Прототипа алкалазера. Хотя бы забронировал нам место в идеальном обеспечении. Обезьянники. С двумя отдельными палатками. Я оставил вам три отдельные палатки. Спасибо, Макс. Спасибо большое у нас сегодня. Золотой ты наш человек. Спасибо, Макс. Ну, полицейский дабл. Вернее, рыжий. Программа профилактика, очередная красивая девушка уже будет завтра, да. Сегодня, к сожалению, на самое прекрасное не хватило времени. Отреагируй. И доброй вам ночи. Микрофон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова